Все больше и больше игрового времени мы проводим в сети, а онлайн-сервисы меж тем все сильнее ужесточают свои нормы поведения. Сегодня на GameRanks мы обсудим 10 причин, по которым могут забанить на Xbox Live или PSN. Номер 10. Использование гличей. По большей части это не жульничество, ведь гличи создаются ненамеренно. Читы обычно представляют из себя либо бэкдор, либо сторонний софт, который встраивается в цепочку передачи данных между вами, клиентам и игрой, серверам. В то время как гличи это по сути просто ошибки, которые можно использовать в своих целях, другим словом эксплойт. И большинство их вообще не относит к категории читов, но вот Microsoft плевать на это хотели. Глава правовой службы Xbox Live в свое время отметил, что любое использование уязвимости и багов для получения каких-либо преимуществ нарушает их пользовательское соглашение. Это было в 2009, почти 10 лет назад. Они понимают, что это неизбежно будет происходить, но им плевать. Особенно в играх вроде Fortnite и PUBG, где использование, говоря языком Microsoft, читов, гличей может затронуть множество людей. Очевидно, предполагается, что никто не будет использовать гличи для получения преимущества. На девятом месте оскорбления, и не только по отношению к другим игрокам. К примеру, Demolition D около года назад получил временный бан за то, что очень нелестно отозвался PS4. Это, конечно, не значит, что компании следят за каждым, кто поливает грязью PlayStation или Xbox. Просто у Demolition D немаленькая аудитория, и он грубил, будучи медийной личностью. Вообще, оскорблять платформу, игроков или попросту быть придурком не обязательно запрещено, но в таких делах сложно сказать, где граница. Хотя, строго говоря, даже если этого и нет в правилах, они все равно хозяева сервиса. Они создают правила и по большей части могут делать все, что хотят. И это, если задуматься, немного пугает. Под номером 8 оскорбительные юзернеймы. В наше время довольно сложно ориентироваться в пространстве, когда куча разных вещей оскорбительна для кучи разных людей. К примеру, иногда людей банят за никнеймы, которые они придумали еще в детстве, тогда, когда только начинали играть. Но вот сюрприз, это слово оказалось ругательством. Есть и другие случаи. Человека по имени Джихад Аль Мафада забанили за наличие слова «Джихад» в его нике, несмотря на то, что это его настоящее имя. И хотя технически оно может показаться оскорбительным, но оно имеет множество значений. Он попытался доказать с помощью паспорта и других документов, что это его реальное имя, но Sony ему все равно навстречу не пошли. Опять же, их дом – их правила, но ситуация все равно отстойная. Хотя, возможно, быть Джихадом в принципе отстойно. Номер 7. Покупки с помощью кредитной карты в PlayStation Network могут привести к бану. Каким образом? Сейчас объясним. Допустим, кто-то взломает ваш аккаунт, что, будем честны, не так уж и невозможно. Со мной лично такого не было, но в принципе не исключено. После взлома хакеры совершают покупку на более чем 150 долларов, что внезапно – лимит для рефаунда у Sony. Вы, понятное дело, пойдете в банк с заявлением о незаконных действиях с вашей картой в магазине PSN. И если банк отменит операции и вернет вам деньги, то, скорее всего, вас забанят. По интернету гуляет бесчисленное количество историй с точно таким же сюжетом. Некоторые ситуации происходят и без хакеров. Иногда даже автообновление PS Plus приводит к бану из-за каких-то автоматических систем возврата средств, что просто нелепо. Номер 6. Если вас забанили, а вы хотите вернуться в сервис, не стоит подавать судебные иски на 55 тысяч долларов. Парень из Калифорнии заявил, что у него агорофобия, а бан нарушает его свободу слова и мешает возможности взаимодействовать с обществом. Однако заблокирован он был за плохое поведение, что обычно означает нечто большее, чем простое осквернословие. Этого основания нет в нашем списке того, что следует избегать, если не хочешь бана, но мне кажется, он был забанен за дело. Как бы то ни было, судебная тяжба – не лучший способ выйти из бана. Даже наоборот, потому что я искренне сомневаюсь, что он мог бы выиграть такое дело. Номер 5. Сообщение ненависти. И не просто что-то вроде «ты отстойно играешь». В большинстве случаев подразумевается преследование конкретного человека в разных играх. Это не так уж и просто, но некоторые такое умудряются проворачивать. Они без конца заваливают своими сообщениями того, кто им не нравится, обыграл их или взбесил любым другим способом. Знакомо такое поведение? Самое время задуматься. Если вы это делаете, то зачем? Если у адресата лопнет терпение, то вы, скорее всего, отправитесь в бан. И совершенно не важно, что именно вывело вас из себя. Я могу понять ваши чувства, но лучше просто переключиться на что-то другое. Номер 4. Вас могут забанить, если ваше настоящее имя похоже на сленговое слово. При этом не имеет значения, оскорбительное ли оно. К примеру, человека по имени Кристофер Гуч, да, это настоящее имя Кристофера Гуча забанили за использование фамилии в качестве юзернейма. А между прочим, Гуч это сленговое название пространства между Мошонкой и Анусом. Во многом ситуация здесь схожа с той, что была у мужчины по имени Джихад. Они себе имя не выбирали и, возможно, не стоит за это их наказывать. Тем не менее, их все равно забанили. Следует быть очень осторожным с потенциально оскорбительным ником. Даже если это ваше настоящее имя, не стоит его использовать. На самом деле, есть множество причин не указывать настоящие данные и помимо этого. Номер три. На некоторых сервисах могут забанить за грубую речь. Например, Майкрософт умеют в реальном времени переводить произнесенные слова на другой язык. Соответственно, они могут изучать сказанное и в необходимых случаях вызывать модераторов. Получается, за лишнее слово можно схватить бан. Многие думали, что политика компании изменилась. Но нет, оказалось, что их технологии просто стали работать лучше. Это, конечно, здорово, но они что, всегда банили за случайно сказанные слова? На втором месте использование лаг-свитча. Это устройство, которое тормозит передачу данных с вашего модема и позволяет быть практически невидимым. Причина в том, как именно онлайн-игры отслеживают положение игроков. Если игра начинает тормозить у всех, то кажется, будто вас постоянно телепортирует, в то время как системы пытаются связаться. Если же кто-то использует лаг-свитч, лагают все остальные. Он же сам спокойно делает свои дела, пока другие ничего не понимают. К счастью, как правило, сервера быстро замечают такие вещи и банят нарушителей, хотя некоторые и ускользают. Номер один. Если вы взломали свою консоль, то не надо подключаться к сети. Конечно, нет ничего веселого быть постоянно оффлайн, но некоторые идут на такой риск, чтобы получить доступ ко всему, включая читы. Однако время от времени всплывают новости о бане таких игроков. Учитывая то, что люди постоянно взламывают все подряд, не похоже, что блокировка гарантирована, но скорее всего так и будет. На этом у нас все. Банили ли вас когда-нибудь за читерство или что-то близкое к нему? А может вы сами знаете истории с этим связанные? Пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, поддерживайте лайками автора оригинала по ссылке в описании. Ну и как всегда, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.